Музей В основном здесь жили писательский состав, элиты наших казахских писателей. Габид Мусрепов, Габидин Мустафин, Зейн Шашкин жил здесь. Толкен Казмагамбетовы в писательском доме – самый первый новосел. Тогда, в начале 50-х, было просто встретить на улице. Во дворе Талира Жарокова, Ивана Шухова, полное собрание сочинений. В Алма-Ате, в доме партийного просвещения, проходил четвертый съезд писателей Казахстана. Алма-Ата, 50-х, творческая столица страны. Здесь собрались все классики казахстанской литературы. Разрешите мне выразить от имени всех вас уверенность, что писатели Казахстана с полным сознанием своего благородного долга и задач вступают в период развернутого строительства коммунистического общества и приложат все свои силы, чтобы предоправдать высокое свое звание активного и преданного помощника коммунистической партии и советского государства. И вот на все союзы писатели собирались представители разных поколений, от Аксакалов до нас, молодых, и было интересно слушать их выступления. Тогда вроде бы, казалось бы, мы все жили под таким соцреализмом, но все равно через этот вот такой вот идеологический заслон проступали чисто человеческие искания молодых талантов о будущем казахской литературе, о казахском фольклоре. Все было это говорилось теми словами, которые идут от сердца. Для Пахаджана Конопьянова эти классики – живые люди. Именно в той атмосфере он вырос в поэта и переводчика. Сегодня он переводит произведения тех, кого видел еще мальчишкой. И тогда вот можно было на улице под журчанием Арыка можно было увидеть, допустим, Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Фаиса Ахмад Фаиза из Пакистана, Ануар Альмжан, Олжас, конечно. Все эти люди, которые вот сейчас имеют такой знаковый фактор, они были тогда вот в народе так. И были большие такие книжные развалы, где писатели подписывали свои книги. Вот тогда и это так вот счастливым образом со мной соприкоснулось, и первые стихи появились у меня в тот момент. Попасть в литературные круги в то время мог каждый. В Доме писателей жили и другие талантливые алматинцы, партийные деятели и даже врачи. Медику Толкен Казмагамбетовой посчастливилось полвека прожить в доме, где была написана добрая часть казахстанской литературы. А стать героем книги мог каждый алматинец. Мой сынок, Серег, рассказывал, Аман Агард дедушка все время за нами ходит. Это был Хавидин Мустафин. Он знаменит был для меня первым своим романом «Хараганда», а он еще был больше детским писателем. Он за ними ходил, он смотрел, слушал, во что дети играют. Еще один талант обитателей этого дома – быть отзывчивыми соседями и благодарными людьми. Толкен вспоминает, как известный поэт Таир Жароков приютил семью опального писателя Хамзы Исамжанова. После освобождения, через 20 лет, я еще хочу сказать, они, оказывается, вернулись почти, почти раздетыми вернулись. И тогда, говорят, Таир Жароков пригласил к себе домой. Они жили у них, это соседи рассказывают, я не видела, и одели, и обули, и приутили. Живцы этого дружного дома и сегодня продолжают традиции добрососедства. Теперь их унаследовали дети и внуки классиков. Облик дома практически не изменился, и уклад жизни все тот же. Когда я сюда пришла в молодости, мне было очень странно это, что вдруг целой толпой эти соседи заходят, значит, выгребается все, что там есть в холодильнике, вот, и, в общем-то, устраивается такое празднование. Здесь, как и полвека назад, двором отмечают семейные праздники в окружении великих имен.